Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадий Ноздрина подозревают в получении крупной взятки. Как полагает следствие, в 2015 году Ноздрин, используя свое служебное положение, за денежные вознаграждения в сумме более 500 тысяч рублей помог в принятии Министерством положительного решения по предоставлению субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям. В отношении Ноздрина возбуждены сразу два уголовных дела за получение взятки. Вторым фигурантом уголовного дела стал один из депутатов местного самоуправления, который является руководителем одной из коммерческих организаций области. Именно он отсчитал чиновнику полмиллиона рублей. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. В настоящее время проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меропресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Еще один любитель незаконно пополнить свой карман оштрафован по решению суда. Экс-главврач Кадамской ЦРБ Александр Куприянов самолично выплатил себе более 75 тысяч рублей надбавок. И хотя он имел право назначить их себе лишь по приказу Минздрава региона, это не помешало доктору Куприянову самому решить, самому подписать приказ и самому получить деньги. В общем, самостоятельный человек теперь отдаст из своего кармана штраф в размере 100 тысяч рублей. По всей видимости, не самое страшное наказание для такого грамотного управленца. А это позор Шацкого района. Глава Виктор Кузьмич Молотков, заслуженный секретарь партии власти. Мужчину уже не в первый раз задержали за езду в нетрезвом виде. Типичная картина для маленького городка провинциальной Рязанской области. Пьяный Молотков пытался объяснить сотрудникам ГИБДД, почему сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не взял с собой документы на машину и водительские права. А затем грозился вызвать опергруппу. Удивительно, но это видео вызвало настоящий резонанс у руководства партии. Хотя глава района и пытался откреститься от своей вины, вызвав отчасти юридически подкованного товарища, ему это не удалось. Региональный совет «Единой России» принял решение приостановить полномочия чиновников партии. А затем и вовсе отобрал партбилет. На том и разошлись. Даже выводы никакие делать не хочется. Грустно лишь, что в регионе руководят вот такие люди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!